Перед прайдом около кафедрального православного собора установили писсуары. Не со стороны центрального входа, а с обратной стороны. Но если смотреть на них, то они стояли вплотную. Предполагалось, что люди, которые придут на массовые мероприятия, то есть прайд, будут опорожняться с видом на собор. Многие рижане ко мне обратились, да и я сама, как православная, была в шоке от такого разрешения Рижской думы. И написала депутатский запрос в соответствующий департамент. К сожалению, всем законам установка этих писсуаров около кафедрального собора соответствовала. А вот закона об оскорблении чувств верующих у нас нет. Есть закон о безопасности массовых развлечений и праздничных мероприятий, который жестко регламентирует, что туалеты на публичных мероприятиях должны быть. Есть правила Кабмина, МК от 30 апреля 2013 года, номер 240, которые гласят, что объекты общественного пользования, в том числе места проведения массовых мероприятий и места отдыха на природе, обеспечиваются туалетами, обустроенными с соблюдением требований экологической доступности и предусматривающими место для размещения дополнительных туалетов во время проведения массовых мероприятий. Более того, по правилам Кабмина, МК от 19 июня 2021 года, номер 693, на стадионах, аренах, эстрадах и других развлекательных объектах под открытым небом расстояние от самого дальнего зрительского места до туалетов не должно превышать 150 метров, что опять-таки соответствует закону в данной ситуации. То есть обоим этим требованиям туалеты у кафедрального собора отвечали. Опять же, в соответствии с законом о безопасности общественных, зрелищных и праздничных мероприятий, организатор мероприятия выбирает и обустраивает место проведения публичного мероприятия с учетом количества посетителей и участников, а также с соблюдением требований охраны окружающей среды и гигиены ветеринарной и пожарной безопасности и других правил техники безопасности. Я попросила прислать мне визуализацию установки писсуаров, если таковая была. Так вот, визуализации объектов не были предоставлены, как и в случае с муралом около 40-й школы. Помните? Мы тогда долго выясняли. Так вот, мурал с голыми чертовками на стене школы не противоречит законам. Проведение ЛГБТ-шествия практически напротив кафедрального собора не противоречит законам. Размещение открытых туалетов прямо у забора кафедрального собора, чтобы дополнять вид на собор видами на современные рижские ценности, не противоречит законам. На самом деле, очень многие оскорбления, унижения и демонстративные провокации фактически не противоречат законам. Законы вообще часто не могут предусмотреть всего, особенно когда сталкиваются с изощренным желанием побольнее уколоть ближнего. Но может ли Дума, которая по умолчанию должна служить интересам всех жителей города, заниматься такими вот законными, но аморальными уколами? Но поскольку мой депутатский запрос содержал не только вопросы, но и утверждения и просьбы, то в ответе есть и позитивная реакция. Цитирую. «Принимая во внимание неэтичное расположение и решение организатора публичного мероприятия, знаете, департамент при получении заявок на проведение массовых мероприятий в парке Эспланада впредь будет указывать организаторам мероприятия место для размещения туалетов внутри парка со стороны Латвийской академии искусств на парковой дорожке под деревьями. Другими словами, больше устанавливать туалеты около кафедрального собора они не будут, их будут задвигать вглубь парка». Данный инцидент показывает, что очень важна реакция общественности и своих русскодумающих депутатов. Чувства православных, к сожалению, не защищены в нашей стране законом, но их стоит принимать во внимание, исходя из принципа добрососедства и хорошего муниципалитета. Что впредь Дума и обязуется делать. И я этого добилась.